В МУПС и ЖХ начали обновлять техническую базу. На предприятие поступило 4 новых спецмашины, 3 комбинированных дорожных и один автогрейдер. Посмотреть новинки приехал лично глава города. Вся техника устаревшая. Основная масса техники, как мы видим, 2001 года, конечно, это не может не сказываться на качестве работы по механической уборке города, как зимой, что самое важное, так и летом, конечно же. И сейчас у нас составлен трехлетний план по обновлению парка техники. Некоторым автомобилям здесь по 20-25 лет. Они, конечно, на ходу, но постоянно встают на ремонт. Одну машину иногда приходится ремонтировать по 2-3 раза в сутки. Причем обязанность эта лежит на водителя. С новой техникой таких проблем не будет. Простоев меньше, это во-первых. Во-вторых, в любое время дня и ночи мы сможем выехать на посыпку, уборку улицы города. То есть без проблем. Приятная работа на новой технике. Соответственно, в управлении легче. Ну, соответственно, мы работаем в суточном режиме. Не ремонтируя техника в зоне, сможем просто отдохнуть. Больше всего работники радуются этим малышкам. Комбинированные дорожные машины грузоподъемностью 20 тонн в полной комплектации. С пескоразбрасывателем, мощным плугом и хорошей щеткой. Техника универсальная. Ей можно пользоваться как зимой, так и летом. Она осуществляет посыпку смесью дорог, осуществляет прометание дорог, сгребание снежных масс. То есть три операции практически. Мы выполняем в настоящий момент их раздельно. Какие-то операции проводим днем, какие-то в основном ночью проводим. То есть эта машина удобна для выполнения сразу трех операций по очистке дорог. Несколько дней потребуется на техосмотр и регистрацию. Так что в течение недели новые спецмашины выйдут на уборку улиц. А в ближайшее время Управление благоустройства приобретет еще одну комбинированную дорожную машину и несколько тракторов, которые будут работать на уборке тротуаров. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.